Мастер-класс по изготовлению традиционной тропичной куклы для домашнего кукольного театра. Нам понадобятся кусочки ткани, ситцевые ленточки, поролон, вата или синтепон. У меня синтепон. Заранее вырезаем прямоугольник. Голову я тоже заранее сформировала. Берем отрезок ситца квадрат. Нашу заготовку куклы посередине кладем. Формируем голову. Ниточками перевязываем. Ниточкой перевязали голову. Можно ничего на узелок не завязывать. И отрезаем ниточку. Вот так сформировалась у нас голова. Формируем дальше наши ручки. Загибаем уголочки вовнутрь. И обматываем ниточкой края. Троя. Вот уже. Тоже ничего на узелок не завязываем. И так же здесь. Формируем наши ручки. Так вот у нашей домашней куболки получаются ручки. Можно еще сформировать предметалию. Так же мы нитками перемотываем посередине. Посередине. Заранее из кусочка ситца, белый именно ситец, я сформировала такие маленькие складочки. У куколки нашей будет пышная юбка. И какие у вас кусочки. Есть ленточек, ситца. Можно нашить вот такие разные ленточки. И у меня будет такой партушек нарядный. Закрепить можно это все сверху яркой лентой. У меня ситцевая, желтая ленточка. Я вот так вот обмакаю на них. И сзади все завяжу. Лишние кончики можно обрезать. Немножко прикрываем. На голову можно сделать тоже какую-нибудь ленточку. Любую. У меня вот такая, как розочки. У нее будет, как веночек на голове. Здесь можно взять иголку с ниткой и кончики зашить. Вот не падая. Лишние кончики зашить. Здесь можно взять иголку с ниткой. Вот так вот. Крепичная куколка получилась для нашего домашнего кукольного театра. Было бы здорово, если бы в каждой семье был свой кукольный домик, где дети и взрослые вместе могли бы создавать кукол, сочинять сказки, учиться слышать и понимать друг друга. Редактор субтитров А.Семкин